Привет, это Планеткрафтер, и мы продолжаем озеленение планеты. И мы достигли здесь великих-великих достижений. Например, тут уже растут цветы, мы можем подойти вот так вот... Жалко, через монитор я не чувствую запах этих замечательных цветов. А, так я еще в скафандре, у меня кислород тут. Кстати, вот странно, цветы растут, трава растет, а я до сих пор в скафандре. Вот непоняточки, непоняточки. Помимо этого, какие изменения здесь в игре были? Я поиграл еще один, немножечко, потому что тут длительный процесс этот реформирования сейчас идет, очень длительный. Короче, я убрал вот этот биокупол со второго... То есть он был на втором этаже вот этого здания, это моя лаборатория. Я его снял, потому что меня напрягало, что тут вот стоял биокупол, и стекло мое заграждалось дном этого биокупола. Короче, он теперь стоит отдельно, вот здесь. Деревья все целехонькие, все нормально переехало, это хорошо. Также ты мог уже заметить ракету, огроменную ракету. Ну, блин, ну цветы, конечно, роскошные. Цветы еще можно было раньше посадить. Оказывается, вот в эту штуку, это Т-2 распылитель, можно было цветы затолкать. И когда ты толкаешь туда цветы, помимо травы, растут еще вот такие вот прекрасные цветочки. Вот. Также у нас здесь бур вот такой мощный появился, очень мощный. Он почему-то мне напоминает бур из Железного Человека, или из какого-то другого фильма. Прям, знаешь, который хотел планету сжечь и добыть с нее все материалы, уничтожить планету, человечество и улететь. Какое-нибудь инолошадное такое вот. Короче, бур этот копает и очень мощно копает. Он добавляет прилично давление. Потом, потом, потом. У нас появилась вот такая вот ракета, я ее уже сделал. Эта ракета, ну и так уже понятно, да? Непонятно только, какого-либо она в космос отправляется. Ну, короче, она должна полететь вверх и распылить вот эти все цветочки по всей планете, чтобы они везде росли. Она называется ракета с биомассой. Увеличивает распространение мха, дает глобальный бонус генерации за счет распространения бактерий из космоса. Вот так вот. Коэффициент биомассы 1000% плюсом. И, я тебе хочу сказать, многие писали в комментариях, что вот этот участок, его нафиг затопит. Но, как ты видишь, его не затопило. А терраформация озера у нас уже закончилась. Озер. Видишь, у нас уже терраформация мха идет. То есть, потихонечку заселение всей планеты мхом. Вот, также я убрал здесь солнечные и ветровые генераторы энергии. И поставил здесь еще один вот такой вот ядерный реактор Т2. Так что, места стало больше. Ну, и я использовал его с пользой. Засадил здесь цветочки вот такие красивые. Также в комментариях мне писали, что нужно вернуться обратно на обломки корабля. У меня здесь есть еще. Надо только выгрузиться, минуточку. И еще мне сказали, знаешь, какую классную штуку, что если у тебя есть минералы одной категории, то ты можешь зажать control и все перенести. Но в данный момент все не перенесется, потому что там все забито в сейфе. Вот так вот все переносишь и все одной категории. И не паришься. Спасибо за этот комментарий. Он очень годный. Он прям очень полезный, когда я заполнял вот эти вот сейфы. Мне также в комментариях сказали, типа, набери на планете всех-всех-всех ресурсов и затолкай их в одно место. Например, в хранилище. Ну вот, я это хранилище сделал. Теперь у меня здесь железо. Железо и кобальт. Там вот кобальт. Это кремний, магний и титан. Я теперь постоянно бегаю в это хранилище, чтобы взять нужные минералы. Сделать, например, суперсплав. Я уже много суперсплава сделал. Я же все выкинул. Жрачка, семена и прочее. Ладно, пускай будет. Возвращаемся на тот корабль, потому что там я проглазякал. И в комментариях мне об этом писали. Стенку. Фальш-стенку, которую можно разобрать. И там что-то имеется. То есть в одном из контейнеров есть что-то полезное. Что-то годное, что мне пригодится. Это что? Это же мох. Мох. Это же зеленые поля. Мышистые поля. Блин, прикольно так. Скоро и трава здесь вырастет. Такое ощущение, как будто тут кто-то зеленку пролил. Зеленочка. Ну, блин, вот это мох. Ах, ты ж мох так, мох. А, да ладно, хорош хохоть. Значит, заходим сюда, включаем фонарик и ищем фальш-стенку. По-моему, она была где-то здесь, мне говорили. Где-то здесь. Балки вроде не разбираются. Буду сейчас все контейнеры проверять. Надо попить водички еще. Вот, разобрать обломки. Разбираем. Ага. Здесь вот у нас есть контейнер. Давай посмотрим. Ну, что я тебе могу сказать. Ничего такого годного здесь нет. В сундуке хотя иридии, наверное, заберем. Ладно, давай вот это все заберем. И сундук разберем. Чтобы он тут не валялся зря. Больше здесь разобрать ничего не надо. Ну, блин. Погоди. Разобрать нагреватель Т3. Он где-то внизу, что ли? Похоже, что он где-то внизу. Я его тут видел? Стенку. Разобрать обломки. Давай разберем. Что? Упс. Т3 разобрал. А, вот где можно было сломать. Нифига себе их там сколько. Нифига себе. Сколько здесь иридии. Вот они, эти нагреватели. Но место, к сожалению, у меня тут не очень. Давай мы, наверное, вот так вот сделаем. Вот. Ну, иридии мы сейчас заберем. Оп. Оп. Иридии забираем. Алюминий. Блин, а что бы забрать? Что бы выкинуть? Что бы выкинуть? Давай железо выкидываем. Железо выкидываем. А вот иридии и стержень. Оп. Забираем. И вот это вот. И еще алюминий где-то здесь. Места нет. Места, место. Что еще выкинуть? Жрачку? Давай жрачку выкинем. Вот так вот. Пойдем еще посмотрим. Короче, все контейнеры, которые были закрыты, их можно так или иначе вскрыть. Видимо. С этой стороны получится. А, тут открыто. Здесь все ок. Здесь все ок. Ок. Тут не пролезть. Погоди, а вот тут что-то торчит. Это, видимо... Да, видимо, там стенка открыта. Да что ж такое-то не пролезть. Вот эта стенка открыта. Да, туда можно залезть. Тут пусто. И тут пусто. Ну, как бы не пусто. Можно разобрать, но мне лень. Разобрать-то нагреватели третьего уровня. А вот это что за бочки? Я их, кстати, в прошлый раз не видел. Интересно. О! Как будто батареи. Вот эти вот бочки. Это батареи, скорее всего. А что за сундук? Я его в прошлый раз пропустил. О! Нифигасе, кислородик. И надо батареи, а то сейчас сдохну. Придется сюда еще раз вернуться. Ладно. Короче, сундук. Вообще гунь. Спасибо за комментик, что я тут пропустил. Надо вернуться. Еще и Т-третий разберем. Потом обязательно нагреватель. Чтобы забрать с него все. Получается... Вот там вот... А, ну тут сверху никак не пролезть. Снизу тоже не подлезть. Получается, что... За Т-третьим нагревателем и за сундуком. И еще, может быть, я идти разберу. Солнечные панели. Но это не точно. Короче, все. Возвращаемся. А, еще нам нужно с тобой знаешь, куда сбегать? Сейчас мы сюда вернемся. Пускай пока этот индекс треформирования у нас набирается. Мы вернемся сюда, разберем. И сходим с тобой в песчаный карьер. Ну, то есть песчаное озеро, которое я тебе показывал в прошлой серии. Я тебе его покажу еще разок. Мы там все прошерстим. И я там уже бегал и видел парочку интересных мест. Мы их с тобой вместе посмотрим. Ну что, моя конфетка зелененькая. Давай мы тебя запустим, наконец-таки. Сейчас запустим. И еще попробуем забраться на ракету у меня. Что-то есть вот такой вот подиум туда. Сейчас, погнали. Эй, включайся. Нет объекта для запуска. В смысле нет объекта? А вот это что, по-твоему, стоит? Нет объекта для запуска. Ты что, издеваешься, что ли? Можно? Да, ракету можно разобрать и заново поставить по всей видимости. Какой-то глюк произошел. Ладно, построим заново. Не вопрос. Вот. Для этой ракеты, кстати, понадобилась кора дерева. Сейчас, минуточку. В области создания уже есть объект. Ну, ладно. Короче, здесь понадобились вот эти водоросли и кора дерева, которая у нас досталась из биокупола Т-2. А, сейчас запустим. Все спуталось. Запускаем. Давай, запрыгивай. Давай. Ну, блин, как всегда, через жопу все получилось. Искатилась ракета. Короче, я уже залезал на ракеты наверх. И она меня в космос не отправляет. Вообще никак. Так, ракета упала. И у нас все позеленело. Все мхом покрывается. У-у-у. Дождь из... Ты посмотри, какое все болотистое, все зеленое. Дождь из мха. Ну, короче, ничего страшного. Мы сейчас запустим с тобой еще одну ракету. Вообще без Б. Без БББ. Короче, для этого нам понадобится с тобой стержень. Два урана. Два алюминия. Даже три алюминия. Они нам нужны, чтобы сделать суперсплав. Потом бежим в наше хранилище. Берем, значит, три железа. Раз, два, три. Берем потом кобальта. Раз, два, три. Берем потом три кремния. Магния. Это рецепт, как создать ракету крутую. Вот. Короче, всех ресурсов по три штуки. Металлических. Теперь делаем суперсплав. Огромное количество. Раз, два, три. Один нам понадобится для ракеты. Он готов. Ну, в смысле, для турбины ракеты. А теперь бежим делать саму ракету. А, я еще хотел посмотреть, что мне нужно сделать. Какую ракету? Чтобы поднять тепло. Да, наверное, тепло. Потому что оно меньше всех как-то поднимается вверх. С давлением у нас вроде нормали. Итак, значит, тепло. Коэффициент тепла. Тысяча. Ракета построена. Сейчас надо все успеть. Я, короче, вот так вот должен запрыгнуть. И все, все, все. Я отработал, я отработал. Я должен тебе показать, как это все получается. Опа. Давай, скорее, 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 скорее. И вот, я на носу ракеты. Мы взлетаем, 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 взлетаем. И меня сейчас должно сбросить. Вот, меня сбрасывает. Ракету поворачивает. Я думал, я на ракете полечу, но нет. Там, короче, на потолке есть... Ой, 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 надо сожрать, а то я сейчас сдохну. Там, короче, на потолке есть невидимая стенка, которая блочит меня. Но ракету пропускает. Тем не менее, ракета улетела. И сейчас полетят метеориты. тепло у нас поднялось и теперь у меня должно быть тут офигенное количество тепла и циферки бегут но получше чем было да потихонечку капает и вот падать метеориты отлично так ну а пока вот этого чуда у нас падает чтоб не упал прямо в меня мы бежим с тобой разбирать т-3 нагреватели и еще сундучок очистим я здесь т-3 нагреватели и сюда и где у нас сундучок с другой стороны был мы его забираем полностью забираем все абсолютно разбираем что тут ничего не осталось вроде бы по стенкам я здесь все проверил больше здесь ничего разобрать нельзя ну вот мы и у песчаного озера тут у нас есть два бункера оказывается вот один может с тобой видим мы к нему летим мне что нравится здесь так это то что когда ты через пески смотришь густые такие пески ты можешь увидеть какие-то элементы построек в данный момент мы увидели с тобой лестницу если присматриваться вот так вот вдаль то можно увидеть и другие постройки это очень полезная штука когда я здесь бродил я обратил на это внимание короче заходим и смотрим что у нас по ухты это чё бутылка воды 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 еда кислородная капсула по всей видимости здесь будет что-то капец какое длинное хотя нет я бы не сказал все помещение закончилось но можно что-то почитать вроде бы как прочитать сообщение я думал что нашел идеальный метеоритный кратер чтобы построить свою стартовую платформу но видимость тут ужасно и ничего не смогу отправить отсюда я постараюсь сделать еще одну базу повыше на краю кратера где-то около пятьсот восемьдесят восемьдесят пять пятнадцать двадцать должно сработать надеюсь что туман скоро рассеется и вот следующий бункер находится по этим координатам я без этого сообщения уже его нашел когда все тут облазил но тем не менее отсылочка есть к тому бункеру и это хорошо мне кстати в комментариях тоже давали какие-то координаты говорили что там есть какая-то отсылка там шесть тысяч семьсот чего-то там или шесть тысяч триста куда-то надо топать я таких я эти координаты проверил такой длины карты у нас нет серьезно вот нету такой длины карты у нас у самара это мои самородки я уж обрадовался что и самородки нашел мне сейчас нужны будут самородки очень так вот это возьму вот это возьму для того чтобы сделать вот такой вот сборщик озерной воды самородки напоминаю что у нас делаются в лаборатории из грибов поэтому мне теперь нужны будут грибы не только кабачки но и грибы еще в комментариях писали что все в основном ищут почему-то семена об x1000 суперсплава типа чуть-чуть дела почему все ищут семена для чего именно для того чтобы делать там какие-то генномодифицированные продукты или там в лаборатории что-то мутить но по всей видимости так она есть ладно сейчас мы бежим карпа координатам туда где и второй бункер надо выяснить что там где так я по-моему уже при пробежал кислородик бахнем о пещера чё за пещера нифига себе в пещеру какую-то какую-то пещеру нашел обалдеть пока тут летал с тобой и куда она ведет о сундук погодите-ка и иридии уран это возьмем все ничего себе ничего себя что это тут у нас такое пульсирующий кварц получено достижение за то что я нашел розовый ресурс розовый минерал мы его возьмем кварц содержащий огромное количество энергии скорее всего он нужен для супер стержня вот по-любому нифига си как я удачно сюда загляну а он тут единственный что они пещера это глубокая пещера глубокая это во кварца здесь не так уж и много я так полагаю шел за бункером а нашел пещеру как удачно это прям судьба что мне завела сюда типа укройся от дождя и собери кварц пещера я хочу сказать довольно длинная хочу залет чуть-чуть а потопилась эта пещера все понятно эта пещера на новой локации сверху вот тут мы выходим да 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 а вот там вот наш дом мы в прошлой серии сюда забегали я говорил что нужно будет сюда вернуться получен новый чертеж нагреватель т4 о боже какой мощные какие там мощный нагреватель четыре штуки так хорошо пойдем в другую сторону по этой пещере пробежимся вот сюда в эту вот что тут куда мы выйдем если выйдем вообще куда-нибудь я по всей видимости кварц еще пробежал вот кварц хотя его свечение сложно пробежать вот сюда в эту сторону теперь какие длиннющие пещеры будет прикольно если эта пещера никуда не выходит обратно чесать а нет да так я по этой пещере пришел сюда так кислород 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 фух чуть не задохнулся дождь прошел и возможно мы сейчас увидим лесенку сейчас мы ее должны увидеть вот так мы сюда подлетаем вон вон задремону вон она эта лесенка короче видны и вот даже сверху когда взлетаешь просто нужно встать под определенным углом то есть ну достаточно далеко так видно неплохо так все летим туда в этот бункер надо сейчас только воды попить и поесть значит вот она эта штука и он тут солнечные панели поставил серьезно в этой пылище на что он тут наделся надо было повыше поставить там вот хотя бы наверху ладно короче лезем вниз и смотрим чем тут как же я хочу вот такие вот подземные бункеры делать дико хочу но не могу к сожалению а двери сломаны дайка попьем и покушаем разбираем дверку все разобрать дверей тут походу будет много даже тут есть пыль смотри все в пыли и я делаю не заблудиться бы здесь а еще не пропустить бы стенку которой можно было бы здесь разобрать о это же jetpack прикол 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 может чем забрать нет блин ну jetpack если бы кислород это заберем инвентарь полон да не инвентарь полон ладно надо что-то как-то по ходу выкинуть например железо она нам нафиг не нужно вот кислород вот он вам очень нужен ладно пойдем дальше включу свой инструмент на разбор чтобы не пропустить каких-нибудь важных стенок сюда заходим какие здесь туннель а так это чё круговой туннель минуточку сообщение и сундук семена но тут ничего интересного до почитаем попытка отправки сообщения номер 86 87 89 90 91 их их лаз пытался это отправить то есть еще один человек который пытался выжить на этой планете и по моему один я везунчик оказался здесь у нас что железо надо выкинуть опять блин пока эти двери разберешь кучу железа наберешь разберешь наберешь стержень это надо по урану пофиг будем ракеты заказывать еще один спуск а это лесенка куда ведет ой кислород кислород сейчас минутку значит железо вскидываем куда ведет нас эту дверь ого-го здесь он кислород пытался да это кислородные капсулы здесь у него нифига си он тут их понастроил на толку от них как бы ну вообще никакого тут и заблудиться то можно ненароком выкидываем здесь я ходил по всей видимости на здесь же я был блин и реально запутал да это та лесенка по которой мы спустились мы пошли туда нам на мы тут были по раскиданному железу можно определить не было где не было вот если бы мы пошли сюда вот сюда еще не заходил вроде бы как а сундук ну как супер сплав конечно же надо чтобы не заморачиваться его делать супер сплав и еще что-то тут можно почитать сколько дней я провел на этой планете уже не могу сказать помнит ли все еще меня моя семья я так по ним скучаю сейчас я скучаю по всему что не похоже на красные скалы кто-нибудь ждет меня дома если у меня шанс выбраться отсюда я делаю все возможное чтобы выжить и у меня это получается все лучше и лучше может быть кто-то придет на помощь может они пришлют спасательную команду вряд ли кто-то будет искать нас искать меня погди вряд ли кто-то будет искать нас то есть он был не один а с кем-то да он везунчик а потом пишет искать меня по всей видимости кто-то этот погиб кто был с ним здесь стенку можно разобрать он можно можно разобрать чё на здесь дерево дерево заберем обязательно это очень хорошо откуда они все дерево достали они прилетели с ним что ли или как или что я вот не понимаю я так вот без дерева прилетел давай-ка еще раз кружочек тут наверно на всякий пожарный мало ли пропустил стенку которую можно разобрать короче вот в эти двери мы еще не зашли стенки секретные я больше здесь не нашел на этом этаже камни падайте вниз вы мне не нужны сложности неопределенной сложности не мешается железо выкидываем проходим нет не проходим да что ж такое-то и никогда не думал что булыжники будут не мешать пройти куда-то и так стержень заберем супер сплав обязательно надо забрать вместо чего вот кислородный баллон сейчас бахнем и супер сплав заберем теперь спускаемся на этаж ниже я не представляю зачем они так глубоко строились всегда но вот видимо хотели мы спустились ниже а тут у нас кварц и комната отдыха с кроваткой неплохо было бы тут все подразобрать и кварц забрать вместо чего заберем вместо чего еду съедаем кварц забираем он сейчас должен что-то сказать про кварц значит да вроде бы тут все давай нет не пролезу не пролезу кварц тогда выкинем сюда железо вот капец когда сумка забита вот капец когда сумка забиты какие-то сложности начинаются непонятный а статуя статуэтка куда бы тебя затолкать ладно титан давай титан прощай это я забираю здесь у нас что супер сплав вместо чего давай риди пофиг пока супер сплав забираем ткани у меня и так навалом поэтому здесь стенку какую-то можно разобрать вроде бы не о пищу тут выращивал но как мы видим не вырастил либо все загнулось пойдем почитаем видимо последнее сообщение что если я застрял здесь навсегда я нашел достаточно льда чтобы не умереть от жажды и мой урожай становится все больше и больше я успешно установил источник энергии с несколькими солнечными панелями и по крайней мере на данный момент наконец немного успокоился могу ли я провести всю жизнь в одиночестве вам нужна компания чтобы жить я умру один на этой планете есть что-то действительно странное я не могу сказать что это такое но чем больше времени провожу здесь тем больше мне хочется остаться бред какой-то вот так вот эта планета его поглотила значит у него был урожай и все-таки солнечные панели которые там в песках они какое-то электричество здесь давали и они неплохо так питали этот жилой модуль в три уровня эти хочу сказать но все с бункерами покончено вроде бы как можно отсюда выбираться и лететь домой но сперва нам нужно залететь на озеро и поставить там этот сундук я смотрел уже там ничего интересного и поставить там значит вот такой вот сборщик озерной воды минуты посмотри ну ты посмотри на вот этот прекрасный зеленый пейзаж с водой ох как круто то и не верится что это все я сделал а сколько я уробил на это времени это прям ужас значит вот мои водоросли наверное их хотел бы я их взять а может мы и возьмем значит так сейчас мы здесь поставим с тобой вот такой вот сборщик озерной воды значит давай мы поставим его здесь пускай он собирает нам воду ну да должно вроде как крутится значит все собирается можем собрать немножечко с тобой водоросли и бежать домой как приятно поплавать по дну морскому все интерпол давай же поставим еще одну статуэточку рядом с остальными так а погоди а чё у меня две одинаковых первый клик что смысле у меня две одинаковых статуэтки но гибель я расстроен это как в киндере сюрпризе одни и те же игрушки попадаются ну блин кстати у меня же тоже пришло здесь сообщение от райли по моему давай почитаем чё написано да райли действительно упа зашифровано используйте экстракторы руды в разных локациях для излечения определенных элементов и чего-то там ракеты действительно важны и помогут повысить генерацию и опять зашифрованное сообщение это сообщение хоть и зашифрованное она нам толку никакого не дало поскольку мы сами допедрили до этой мысли ну что пришло время тяжелого оборудования тяжелой техники значит у нас есть нагреватель т4 который очень мощный и есть у нас разбрасыватель семян цветов т2 он дает 161 кислород в секунду значит два раза получается я просто думаю разобрать вот эти вот и построить вот этот один как ты думаешь так ну давай вначале мы первый тестовый сделаем значит вода и два удобрения у меня удобрение есть удобрение нету не шиша придется сделать удобрение значит пойдем посмотрим что для них нужно поудобря чем немножечко значит удобрение водоросли водоросли и серо баклажан не вопрос баклажанов много надо здесь еще грибов понасадить на всякий пожарный значит нам удобрение сколько нужно два удобрения как раз по два у баклажана на одно удобрение у нас все сходится берем серу здесь у меня есть что-нибудь не здесь у меня есть водоросли три пробирки и еще три пробирки теперь сера нужно и удобрение у нас в кармашке звучит это конечно не очень потому что какаха в кармашке это очень плохо но тем не менее удобрение ускоряет процесс роста все два удобрения у нас имеется дальше два суперсплава у нас есть и куча воды хорошо что у нас есть чаши сбора воды два суперсплава и можно уже поставить куда-нибудь давай возле биокупола поставим вот то тут чтобы было приятно сюда мы значит воткнем с тобой какой-нибудь цветок очень мощный который генерирует так мы наверное цветок вот отсюда заберем вот отсюда зеленое семя давай золотое 7 зеленая она 600 процентов кислорода дает и посадим его сюда тем самым увеличим количество кислорода сейчас значит стадия роста биомассовой энергии кислорода вообще нету вот мы садим и теперь у нас кислород здесь один пи пяти ты понимаешь один пи пяти такое же семя у меня где-то растет вот здесь вот она дает здесь на данный момент 966 по 5 по 5 это ну но это намного круче это намного круче это весело значит нужно будет какой-то цветочек посадить вон туда тогда либо нет мы вот это разберем и разберем вот этот вот вот этот вот разберем тоже место нет да нет есть место а семя надо вытащить семя вытаскиваем и разбираем и вместо него можем построить вот такой вот один это же шикарно и теперь у нас еще мощнее будет кислород производиться вот так вот теперь бежим в лабораторию разбирать наши т3 нагреватели раз нагреватель для вас нагреватель интересно сюда воткнется вот этот здоровенный нагреватель супер сплав нужен в огромном количестве так а подожди а супер сплав у нас возить нет его не было ладно возьмем его отсюда у меня тут два супер сплава есть это будет достаточно чтобы сделать один генератор поторопился с разбором двух ну ладно значит моего а еще и порох ну еще и третий супер сплав блин пошел я делать супер сплав ох и ютрен батон как он здоровенный он по моему общение в помещении ставится на точно он на улице где-то ставится тогда давай его поставим где-то вдалеке вот тут вот вот так вот чпинг ух нифига си какой здоровый и мощный а тем самым построив несколько вот таких вот биорассадников и вот этот тепловой генератор у нас ускорилась терраформация пойдем посмотрим что у нас тут теперь у трава растет с мхом закончена теперь у нас растет трава обалденно же кстати пока я тут смотрел что мне разблокировать я заметил что у нас 72 ю кей это довольно тепло а это говорит о том что у нас растопились и все льды на этой планете который мы только видели ну получается что нам нужно будет сбегать к спутнику и посмотреть там пещеру которая была во льдах она требовала 45 у кей по моему и еще одна пещера которая была вас здесь и уходила вглубь сейчас заскочим туда ну-ка 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 ну льды еще есть но они растаяли льда то больше нету но это прекрасно а под а вон оно что это сквозная пещера какая сколько то ну капец ну ладно тогда пошли к спутнику ну нифига себе ты посмотри какая красота какая тут балдежная вода это райский уголок прям ну что это за мальдивы что это за боли здесь а это же офигеть красота вот это да надо было базу здесь строить торжественный момент смотрим на льды а льда то и нету все растаяло крутяк крутяк а это тоже кварцевая пещера оттенок розового здесь у нас присутствует но присутствует пульсирующий кварц ну да ладно возьмем его чё бы нет уверен что он нам нужен будет в большом количестве и в принципе тут пульсирующий его кварца намного большего вроде бы как чем в той пещере в котором бы о-о-о-о сундук и как бы пещера кончилась сундук обычный но да он обычно удобрей у но неплохо слушай очень даже неплохо алюминий этот все заберем и кварцы как тут оказалось не так уж и много и пищи я-то думал здесь будет золотой сундук с золотым золотой статуэткой но нет нифига кстати а прошлую статуэтку а нет вот тут еще пещера продолжать прошло уже статуэтку я нашел не взяла том же сундуке правильно но допустим вот еще есть есть еще кварц и сундук ну давай собирайся чё в сундучке у нас чип удобрения суперсплав возьмем это не будем брать и вот теперь точно все пещера кончилась ну и ладно я уверен что кварц мы тоже сможем потом как-то производить как суперсплав хотя это не точно так ну что ж пока мы ждем в ожидании новых изобретений новых чертежей я предлагаю нам посадить грибочечки для этого нам нужны вот такие вот производители продуктов в принципе у меня всего хватает железо у меня есть вода бутылка дна и сейчас мы пойдем в нашу лабораторию там все это забубахаем вот так погнали поставим мы рядом все это с нашими кабачками здесь вот сейчас шлепнем и раз и теперь еще один и два и все будут нас тут грибочки вместе с баклажанчиками расти вот и чудно это мы убираем сюда хотя нет баклажанчик один я возьму его сажу короче у нас сейчас должен открыться экстрактор газа он стоит 100000 м пи ой у нас 92 тысячи чтобы это как-то побыстрее достигло такого значения нужно бы борта 4 построить а чего у нас там для борт нужно еще один вот такой вот ой нет нет он очень мощный конечно по давлению но супер сплавов я заколебусь делать хотя чё давай психанем да ладно погнали сейчас наколотим этих супер сплавов благо ресурсиков у меня тут достаточно вот засранка короче у меня алюминий кончился и пока я искал алюминий у меня в общем она сама разблокировалась вот экстрактор газа значит он уже у нас есть но супер сплав я пойду пожалуй доделаю до конца получается что вот эту штуку в принципе можно мне все равно супер сплава но не хватает ну и пофиг тогда но и пофиг значит тогда сразу переходим к плану б делом эту штуку циолит офигеть тут еще есть и другой материал типа циолит а какого делать что это где это такое было по где это не тот ли циолит минуточку который вон там вот наверху был а он такой белый светящийся может я его уже добывать могу поскольку я открыл изобретение с ним пойдем посмотрим вроде бы как это он вроде бы как это вот эту циолит вроде когда но он 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 похож но он не добывается или это не циолит я я боль я понял как нам добыть циолит подожди мы в ту пещеру затащим сейчас вот этот экстрактор руды и тогда у нас будет все пучком блин алюминий надо найти алюминий я быстренько сбегу поищу я конечно сейчас здесь еще так попробую побродить может маленькие кусочки тут встречаются и так лежат нет это лед если куда-нибудь посерединке тут как бомбану его ну например вот он давай вот здесь вот мы его попробуем поставить этот бур вот давай добывай давай добывай посмотрим пока что обычное железо ничего дельного пожрем тогда подождем чё смотри где я его нашел циолит блин вот где негодник спрятался у меня правда с кислородом проблемы так где-то здесь у меня был домик сейчас его найду кислород наберу и здесь циолита быстренько пособираем недаром я решил пролететься по всем биомам посмотреть его нет ли так его весь прикол что он растет под определенным местом то есть там вот смотри вот такая вот деревяшечка и вот под ним вот циолит то есть он как бы прячется от нас прикинь 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 возвращался короче из добычи тех ресурсов и смотри чё нашел снова ракет да вы издеваетесь какая ракета но золотое семя это конечно хорошо ладно все надо забрать и разобрать с него же суперсплав получается значит плюс один золотой сундук у меня в копилочки циолит кстати здесь растет да вы что так 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 интересно может быть он теперь растет везде под каждым деревом ну не под каждый кочергой ладно это же не дерево это просто кочерга ну ты посмотри какая тут красота ну вообще место прям не узнать елень зеленушечка а там вот и циолит и здесь растет хо хо а я так далеко бегал ничего себе получается что он растет теперь везде а выридивы пещере то что творится божечки ля пота какая ну что я тебе хочу сказать очень удачно я сделал вылазку те буры в той пещере надо будет просто перетащить в другое место а вот эту вот штуку мы сейчас чтобы построим куда бы ее только воткнуть а ну наверное туда же где у нас и буры она такая маленькая по сравнению с ними ладно пускай вот здесь вот стоит посередине о энергия кончилась вот этот поворот так сейчас будем тогда делать ядерный т2 порошочек нам дайте пожалуйста для ядерного реактора ну сейчас запустим вот эту штуку опаньки так 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 как тут все происходит вот ты блин я думал тут как-то поинтереснее о открытый экстрактор газа метановый картридж у нас теперь будет а тут нельзя открыть нет здесь нельзя теперь понятно почему здесь огромные капсулы и как это все тут происходит получен новый чертеж ракета для распространения семян пойдем посмотрим что там нужен для неё ракеты для распространения семян дает глобальный бонус генерации кислорода за счет рассеивания семян сорбиты коэффициент кислорода 1000 процентов но там нужен мутаген а для мутагена нужен метан который мы уже можем добыть в принципе ну да нужен всего лишь один на метановый картридж для мутагена в общем запуск ракеты с мутагеном мы отложим на следующий выпуск потому что в этом выпуске мы и так колоссальную работу проделали главное потом не забыть в пещерах забрать буры а на сегодня это все не забывай подписаться если тебе нравится и ставить лайки под этим роликом и еще кстати подписывайся на яндекс дзен все ролики дублируются еще и туда но мы с тобой увидимся в следующем ролике так что до встречи